Так, мы сегодня говорим, продолжаем тему закона кармы и говорим о влиянии планет на судьбу человека. И я сделаю небольшое вступление, потому что много новеньких, наверное. Кто в первый раз? Поднимите руку. Так, есть, да? А кто после прямого эфира? Есть такие? Понравилось вам? Интересно? Ну ладно. Значит, итак, согласно ведическому знанию, карма означает вполне конкретный закон взаимодействия, которое происходит внутри тонкого тела человека. Тонкое тело – это тоже тело, то есть оно с тобой имеет свою анатомическую структуру, но эту структуру мы не сможем никак определить с помощью каких-то методов, таких волновых различных. Вот то, что сейчас приборы существуют, определение биополя, они на самом деле не определяют структуру тонкого тела, они способны только понять взаимодействие тонкого тела с грубым телом. Вот во время этого взаимодействия происходит волновой эффект, и этот эффект определяется. Косвенно как-то можно судить, но, например, о интеллекте человека невозможно судить с помощью этого прибора, потому что иногда человек очень перевозбужден, допустим, при шизофрении мозг очень перевозбужден, очень сильное напряжение в голове, и это может показывать с помощью биополя очень большой результат. То есть будет казаться, что он очень умный, но на самом деле у него настолько мозг напряжен, что он не сможет ничего понять. Таким образом, мы пока не знаем, как действует... С помощью приборов мы не сможем определить деятельность тонкого тела. Однако же веды уже давно эту деятельность нам объяснили и открыли. И эта деятельность известна с древних времен. Поэтому существует вполне академическое знание, оно просто не укладывается в рамки современной науки. Однако же, тем не менее, современные ученые исследуют эту область с помощью опроса. Допустим, мы знаем книгу Моуди, в которой вполне научно объясняется, что жизнь, она не заканчивается после смерти тела. Это означает, что кроме грубого тела, то есть нервных тканей и так далее, существует нечто, что выходит за пределы грубого тела и живет. И веды объясняют, что это такое. Структуру вот этого нечто определяет тонкое тело ума. Тонкое тело ума означает наш характер. То есть наш характер, наши эмоции, наши чувства составляют тонкое тело ума. В глубине тонкого тела ума находится глубинная память. Эта глубинная память содержит в себе всю информацию о том, что мы делали с вами вообще в течение этой жизни и в течение прошлых жизней. Эта глубинная память нами разбиралась подробно на прошлых лекциях. И сегодня она запускается, ее деятельность, с помощью влияния планет. Вот допустим, вы приходите к врачу и говорите, у меня голова болит, на нее давит. Вы говорите, на нее давит. Он говорит, вы выражайтесь правильно, на голову не может давить. У вас же на голове ничего нет, но вы говорите, у меня на голову давит. Я ничего не могу сказать по этому поводу. И на самом деле, действительно, согласно ведическому знанию, вот допустим, планета Сатурн, которая вызывает головные боли, она действительно на нее давит просто. Когда из глубины ума выходят определенные поступки и события, которые стимулируются как бы злым влиянием планеты, то в этом случае что происходит? Реально происходит следующее. Это злое влияние планеты вызывает определенную напряженность внутри организма. И эта напряженность возникает в результате столкновения наших прошлых поступков с планетой, которая на нас влияет. Теперь вы скажете мне, а почему планета влияет один раз хорошо, а второй раз плохо? Согласно ведическому знанию, свое настроение имеет не только наша голова, но также и стороны света. Стороны света имеют свое настроение, и все планеты имеют также тонкое тело. То есть у нас есть тонкое тело, и у каждой планеты есть тоже свое тонкое тело. Каждая точка пространства также имеет свой характер. Вот смотрите, в одном городе одно настроение, переезжаете в другой город, совсем другое настроение. В одном доме одно настроение, заходите в другой дом другое. В одну квартиру заходите, одно настроение вы чувствуете, в другой квартире совсем другое. Кто из вас много ездил, вы можете увидеть, что в каждом городе своя жизнь, свои отношения с людьми и так далее, свое поведение у людей и так далее. Вы увидите большую разницу колоссальную. Это означает влияние пространства, то есть оно действует таким образом, что есть планеты, которые на него влияют, на каждую точку пространства. В целом пространство тоже имеет свой настрой, который мне вам очень сложно будет объяснить, потому что для этого надо глубоко вдаваться в идею, то есть структуры Вселенной. Эта идея тоже нами разбирается на других семинарах. Например, у нас есть семинар по Айурведе, который я здесь сегодня не читаю, сейчас. И там описывается пять первоэлементов, то есть кирпичики мироздания, то есть структуры, тоньше которых в мире не существует. И они создают нам возможность жить, и их составные пропорции изучает Айурведа в нашем организме. Оказывается, их можно регулировать с помощью ума. То есть ум способен менять тонкую материю в организме. Он сам имеет тонкую структуру, и он воздействует на тончайшие процессы в организме. И, оказывается, огонь пищеварения – это не аллегория, не то, что там что-то зажгли. Действительно, огонь пищеварения существует, и когда Солнце, мы уже начали про планету потихоньку переходим, и когда Солнце движется по небосводу, мы знаем, что обед, обед у всех людей начинается, когда Солнце находится в зените. И когда Солнце садится, кушать перестает хотеться. То есть не так сильно хочется кушать. По крайней мере, если человек кушает, когда Солнце садится, он получает что? Многочисленные болезни. И вот первая книжка у меня «Закон о счастливой жизни», она называется «Время – режим дня». То есть там описывается движение Солнца и движение Луны. Это две главные планеты, которые влияют на режим дня человека. Потому что они связаны, это две главные планеты, которые связаны с умом. Солнце дает уму активность, а Луна дает уму отдых. Луна – это женская природа. Женская природа расслабляет, а мужская активизирует. Какова разница? Понятно, да? Сейчас мы с вами поговорим о Солнце. И мы что знаем про Солнце? Мы знаем, что если долго на Солнце побыть, то будет жарко, может заболеть голова. И поэтому врачи говорят, Солнце – это планета опасная, и поэтому Солнцем надо поменьше. От него онкология возникает, они говорят, от Солнца. Но тем не менее, растения этого не понимают. Вот цветочки не понимают этого. Вот эти. Они когда Солнце, весна наступает, Солнце приближается, они начинают все распускаться почему-то. У нас повышается, улучшается настроение от чего-то. У нас любовь появляется в сердце весной. Все распускается, все хорошо, птички чирикают, поют. Классно. Представляете, злая планета подходит. И все таки довольны, всем хорошо стало. Дело в том, что наши ученые, они не совсем понимают эту идею. У Солнца есть три спектра энергии, то есть три силы, которые влияют на нас. Первая сила – это грубый солнечный свет, состоит из квантов света. Он вызывает напряжение, действительно он может вызвать проблемы. Поэтому даже в Аюрведе советуется под Солнцем всегда ходить с головым уноубором, если Солнце сильное. Всегда. То есть такой совет дается. Означает, что есть какая-то опасность. Дальше второй вариант. Энергия – это энергия, которая называется грубый теджес. Эта энергия ничего общего вообще не имеет с грубым солнечным светом, с квантами света. Вообще ничего общего. Эта энергия, она состоит из вот этих как раз кирпичиков и мироздания, которые называются первоэлемент огня. То есть первоэлемент огня – это сила, которая все зажигает. И вызывает трансформации. Вот мы когда думаем, у нас логика идет, логический процесс идет. Во время логики действует солнечная энергия. Когда ее нет, человек застывает. У него мысли застывают. Люди приходят к врачу, говорят, у меня что-то не думают. Не соображают, что делать. Соображение снизилось, скорость мышления снизилась, что делать. Ему говорят, ну, там, кофейку попей и ускориться. То есть нет идеи, что происходит. На самом деле надо просто специй побольше в пищу уложить. Иногда зимой так происходит у человека, голова меньше соображает. Потому что слабая связь с солнцем в организме. Зимой, соответственно, немножко некоторые тупеют, тяжелее соображают. Или в жаркое солнце, когда жаркое лето, тоже ничего не соображает голова. Тогда надо охлаждающие специи есть. Есть лунные специи. Фенхель, кардамонт, мин, кумин. Эти специи надо есть летом больше. А есть специи, мускатный орех, черный перец, хорошая специя тоже. Кориандр, асофетида есть такая специя. Которые несут в себе солнечную энергию. Они разогревают человек. Теперь вы скажете, ну, это же химические реакции. Причем тут тонкая энергия? Ну, хорошо, я вам отвечу. Вы точно так же поставьте рубин на безымянный палец. И у вас точно так же пищеварение усилится. Несмотря на то, что рубин, он на вкус не острый. Он на вкус каменный просто. Тем более, что он не соприкасается даже, может быть, с телом. А просто в кольце стоит. Тем не менее, пищеварение станет сильнее. Если вы поставите на правый безымянный палец рубин. То вас будет греть. Вы почувствуете жар в теле. Это факт. Неоспоримый. Потому что я много лет уже этим занимаюсь. Можете мне не верить. Как, допустим, на прямом эфире мне сказали, что я артист. И люди все подставные. Ну, конечно, естественно, так, как хочется считать с первого взгляда. Но жизнь свое показывает. Допустим, когда человек гневается, у него глаза краснеют. А чего они краснеют? Это огненная энергия. Гнев сам по себе огненная энергия. Почему человека возбуждает другого? Если бы не было никакой связи между людьми, ну подумаешь, гневается. Иногда человек вообще ничего не говорит. Он гневается, и тот, кто на него смотрит, начинает тоже нервничать. Почему он нервничает? Потому что через глаза идет огненная сила, которая вызывает напряжение. Понимаете, нет, идею? Означает, что это есть, это существует, это реальность. Почему мы от нее отказываемся? Вы можете сказать мне, а зачем нам ее вообще изучать? Зачем она нужна, эта реальность? Оказывается, что человека вообще вылечить невозможно, если не знать, как действует на него солнце. Грубый теджес – это энергия, которая все химические процессы в организме активизирует. Начиная с пищеварения и заканчивая усвоением каких-то микроэлементов. Допустим, витаминов не хватает. Хорошая идея. Весной витаминов не хватает. Просто мы не знаем аюрведу. Солнце, когда поднимается, солнечная сила поднимается, когда вверх, солнце становится сильнее, то в этом случае в организм начинает брать на себя энергию, и начинается сильная перестройка в организме. И в этом времени, когда огня много, что происходит, если костер горит, огня много, что он делает? Сжигает воздух, да? А воздух – это психическая энергия, прана, жизненная сила. Таким образом, когда солнце светит сильно, то у человека начинает в теле сгорать жизненная сила, и у него появляется вялость. В результате надо есть продукты, которые содержат много праны. Или жизненной силы. И вы скажете, я не знаю таких продуктов. А это проросшие зерна пшеницы, допустим. Любые продукты, которые только проросли, что-то свежее, свежая зелень, проросшие зерна пшеницы, размалываете на мясорубке и кушаете в обед. Днем. Потому что днем солнце самое сильное, и в это время произойдет взаимодействие зерна, вот этого вот, которое дает прану, и солнечной энергии. В результате у вас очень активизируется организм, и вы скажете, ну там в зернах пшеницы очень много витаминов. Ну попробуйте просто эти таблетки, витамины есть, особо ничего не изменится, в организме больше силы не станет. Или вы можете делать зарядку или ходить на свежий воздух. Айурведа рекомендует ходить весной, побольше быть на свежем воздухе. Особенно, когда снег тает и солнце светит, вот в это время надо гулять. Когда человек гуляет в это время, он получает силы, у него появляется много энергии, он становится здоровее. Почему? Потому что много солнца требует, чтобы много воздуха. Точно так же, если в топке разжигать огонь, надо что делать? Поддувать воздух, да? Или мы хотим, чтобы в печке хорошо горело. Мы что делаем? Открываем больше окошечко, куда задувает ветер. Так, и в результате происходят вот эти два процесса, должны быть вместе. Точно так же у нас в организме. Поэтому весной человеку хочется лениться, а надо больше двигаться, и тогда будет здоровье. Те, кто весной расслабляется, получают снижение пищеварения, интоксикации в организме и так далее. Все это связано с неправильным взаимодействием солнца. Но самое ужасное заключается в том, что есть еще и третий спектр солнца, который называется тонкий теджес. Тонкий теджес связан с психикой человека, а ум человека регулирует все процессы, которые происходят в организме. То есть ум отвечает за это. Наши ученые не понимают, что активизируют деятельность и нервные импульсы. Они понимают, что нервные импульсы активизируют в деятельности весь организм. Но откуда возникает деятельность нервных импульсов, что их стимулирует в действии? Мы знаем, что сердце бьется из-за того, что есть ритм-водитель сердца, нервы работают. А что стимулирует этот ритм? Голова. А что голову стимулирует? Сердце. Но это же глупость. Не бывает так, чтобы ток был в замкнутом пространстве, то есть две розетки, между ними провод и ток пошел. Такого не бывает. Нужен какой-то источник. И источником является тонкое тело ума, которое активизирует прану, психическую энергию. Так вот, психическая энергия человека, прана, она и возбуждает нервные импульсы к деятельности. А когда огонь пищеварения увеличивается, солнце начинает сильно влиять, праны становятся меньше. И человек вяло себя чувствует, у него слабость, нервных импульсов меньше. Но следует знать, что если у человека плохой характер, какие-то проблемы с характером, тогда у него будут большие проблемы в жизни. Это связано с тем, что нарушится регуляция. Солнце, тонкий теджас, это вещи, которые связаны с вполне определенными чертами характера. Если у человека есть эти черты характера, то тонкий теджас на человека будет влиять благоприятно. Эти черты характера называются ответственность, жизнерадостность. Ага, спасибо. А я думал, это мне, чтобы я голос не посадил. Я так сначала думал, немного воды. Ну ладно, значит, итак, тонкий теджас, это сила мужская. Это мужская энергия. У женщины она возникает как вдохновение. Солнце тоже действует на женщину, но через мужское начало. Если женщина сама в себе активизирует мужское начало, то у ней подавляются женские функции. То есть она теряет красоту, привлекательность, здоровье. Поэтому женщина, она должна возлагать свою ответственность на мужчин. И таким образом она увеличивает силу своего солнца. И делать она должна это таким образом, что она вдохновляет мужа или отца, или сына к деятельности. Такова природа женщины. Итак, солнце это планета, которая отвечает за красоту мужчины. Это высший мужской центр. Он находится в области солнечного сплетения, вот здесь. И поэтому мужики любят покушать. Солнце связано с деятельностью мужской психики и женской тоже. В женщине она проявляется таким образом, что женщина, имея чистый сильный контакт с солнцем, имеет внутри себя склонность уважать к уважению. То есть у нее врождена склонность к уважению, особенно уважению мужчин, которые достойны. То есть у нее есть выраженное уважение. Если женщина не уважает мужчин, особенно отца, то это признак того, что у нее плохой контакт с солнцем. У мужчины признак хорошего контакта с солнцем – это ответственность. То есть как девушка должна выбрать себе мужа? Я все дальше и дальше отодвигаюсь от микрофона. Как девушка должна выбрать себе мужа? Она должна, ну то есть первое свидание, мы говорили об этом. Если парень опаздывает на первое свидание, значит у него солнце в плохом положении, он неответственный. Значит надо подумать, стоит за него замуж выходить или нет. Потому что женщина получает счастье от семейной жизни в результате того, что она встречает ответственного человека. Это очень важно знать. Солнце, находясь в плохом положении, кроме безответственности, мужчине также дает отсутствие силы быть успешным. То есть некоторые мужчины, они вызывают уважение сразу, потому что такова их сила внутренняя. То есть, допустим, уважаемый человек, он просто заходит в помещение и все уже чувствуют, что это уважаемый человек. Ему не надо даже рот открывать. Есть такие люди, которые управляют производством, даже не повышая голоса. То есть от них исходит такая сила, уверенность, что они очень ответственные люди. То, что не надо, никаких проблем нет, повышать голос не надо. Так все хорошо будет. Чтобы такая сила от человека исходила, он должен культивировать в себе позитивное мышление. Позитивное мышление – это тоже солнечная сила. Мужчина чем красив? Своим позитивным темпераментом. То есть красивый мужчина, он всегда в хорошем настроении. Женщина, она склонна иногда печалиться, иногда спокойно в настроении быть, иногда так. То есть ей нужно поднимать настроение. Женщине трудно повышать само настроение. Это мужская природа должна так действовать. Мужчина, когда он задорный, шутит, это значит, что есть солнечная сила. Эта сила, она возникает в результате определенного вида аскез. Аскезы – это добровольные лишения, подвержение себя трудностям какие-то. И когда мужчина добивается в жизни того, чего он должен добиться, то есть он выполняет свой долг, свои обязанности, это значит, что он верит в себя, начинает верить в себя. И эта вера – не что иное, как связь с солнцем. Солнце дает человеку амбиции. То есть амбиция не в том случае эгоизм, не означает эгоизм, а означает уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Есть два типа чувства собственного достоинства. Один тип означает, что человек себя очень сильно не любит, это тоже собственное достоинство, если он сделал что-то плохое. С другой стороны, человек себя очень сильно ценит за то, что он сделал хорошее. Он уверен в себе, в любом случае будет в этом случае. Если он себя ценит или он себя ругает, у него есть чувство собственного достоинства. то если б не было, я ни на что не намекал. Если б не было, то тогда в этом случае он бы и не ругал себя. Если человек не может себя поругать, значит, у него нет чувства собственного достоинства. Он слабохарактерный. То есть второй тип амбиций означает оправдание себя. Я всегда прав. Очень трудно признаться себе, что ты не прав. Это означает, что связь с Солнцем плохая. То есть есть две характеристики плохой связи с Солнцем. Одна характеристика называется сила, а другая — качество. Когда человек находится в пессимизме, это значит, что у него плохое качество Солнца. То есть у него и также вот этот вот амбиции, нежелание признать свою неправоту — это тоже признак качества. Но есть еще вторая характеристика — сила. Допустим, у человека человек позитивно настроен, но у него всегда хватает силы быть очень решительным в достижении своих целей. То есть решительность вот эта вот как бы... У него не хватает внутренней силы уважать себя. Это означает, что качество хорошее, но силы не хватает. Когда у человека качество Солнца хорошее, но слабая сила? Или наоборот, качество плохое, но большая сила? Когда лучше, как вы думаете? Когда замуж лучше выходить? Качество хорошее, слабая сила? Или качество плохое, сила большая? А? Только за сила хорошие, качество, да? Только так и все. А если у женщины не хватает у самой чего-то, то есть у нее Солнце слабое, она не может выйти замуж за мужчину, у которого Солнце сильное, потому что он ее не возьмет замуж. Девушка, чтобы замуж выйти за мужчину, у которого Солнце сильное, она должна быть очень послушная, она должна быть очень смиренная такая, и с другом стороны, она должна иметь чувство собственного достоинства, как женщина. То есть она при виде мужчины, она глаза опускает, но осанка у ней не сгибается при этом. То есть она как бы подчинена, но это не значит, что она такая хилая. То есть она не хилая, когда она смотрит, у нее глаза такие, взгляд серьезный такой, она не оценивает его, пронизывает взгляд глазами, очаровывает. Но глаза опускает смиренно, значит Солнце сильное. А если девушка так не дотягивает, ворчит, ругается с мужчиной, с парнем, не может его уважать, не прощает ему недостатки, значит Солнце слабенькое, слабоватое, не хватает Солнца. Это важно знать. Солнце проявлено в скрытом виде у женщины и в активном виде у мужчины. Дальше следует знать, что Солнце — это планета, которая зависит также от того, насколько человек справедлив по отношению к другим людям. То есть чувство справедливости тоже связано с влиянием Солнца. И поэтому чувство справедливости... Сегодня такое испытание, где не испытание. Поэтому чувство справедливости, оно больше развито, пожалуй, у мужчин, чем у женщин. Но женщины, они имеют интуицию на это чувство. То есть это чувство, оно как сила справедливости у мужчины развито. А у женщины чувство, именно чувства справедливости, интуиция на справедливости. То есть женщина очень хорошо чувствует, что так, что не так. Но чтобы все осуществить как надо, для этого нужна сила. То есть женщина способна понять, что хорошо, что плохо, очень быстро, быстрее, чем мужчина. Но чтобы сделать все правильно, для этого нужна мужская сила, уже не женская. То есть солнечная сила проявлена в женщине скрыта, а в мужчине явно. Итак, дальше продолжим эту тему про солнце. И поговорим о том, что солнце, оно также влияет на определенные ткани тела. Это речь идет уже о грубом тэджесе, не о тонком. Грубый тэджес, он связан с... Да, еще тонкий тэджес связан с правым полушарием. Это волевое полушарие человека. И оно контролирует всю правую сторону тела. Это мужская половина. Если правый глаз больше и красивее, значит солнце у человека больше активно. Это более благоприятно для мужчины, чем для женщины. Женщине благоприятно, чтобы левый глаз был больше красивее, чем правый. Это будет на лунную природу указывать. Ну я не виноват, ну что вы. Так просто так получается, что есть признаки внешние какие-то. Тут ничего не сделаешь. Не надо так смеяться. Сам глаз. Зрачок, я не знаю, какая-то патология, наверное. Глаз, если более выразительный. Значит правый, значит у мужчин. У всех мужчин обычно правый глаз сильнее, у женщин левый. Такова природа. Влияние планет. Поэтому мужчины часто, когда мужчины, мужская природа развита, но она с солнцем плохой контакт, у них страдает печень в основном от желчный пузырь. А у женщин, когда сильная луна, но плохого качества, у них страдает сердце. То есть обиды, поджелудочная железа, сердце страдает. Если у мужчины плохое, солнце слабое, то у него женские органы страдают. А у женщины, если луна слабая, то мужские. То есть наоборот получается. Ну ладно, я вас запутал, пойдем дальше. Итак, солнце, грубый теджес, проявляется в организме не только в виде огня пищеварения, но также можно понять, если связь с солнцем сильная и хорошая, то у человека будут зубы хорошие, они будут гнить. И кости, костная система будет крепкие, и кости именно тоже. Поэтому, допустим, в животных, в домашних, какое самое главное качество у них должно быть, у животных домашних? Самое главное качество, на которых надо пахать. Самое главное качество – это ответственность. Поэтому, ну иначе вот осел, допустим, безответственный. Попробуй его заведи. Стоит как осел и стоит, и не хочет идти. Поэтому животным домашним с древних времен всегда смотрят зубы. Если зубы сильные, крепкие и не рушатся у животного, значит оно будет хорошо работать, и долго жить, и будет здоровье. Кстати, сам термин здоровья или возможность сжечь болезни зависит от планеты Солнца. Планета Солнца управляет здоровьем человека в целом. Она способна сжечь болезни. Поэтому Айрведа, медицина, которая связана с ведической культурой, Айюр означает наука, Айюр означает жизни, Айведа означает наука. Наука о жизни. Айрведа – наука о жизни. Поэтому мы о жизни с вами говорим сейчас, а не о смерти. Не о клизмах говорим, а о том, как надо жить правильно. Так вот, следует знать, что сама возможность быть здоровым, она очень сильно зависит именно от тонкого тэджеса. И сила тонкого тэджеса, в свою очередь, всегда работает на высоте, в том случае, если человек соблюдает режим дня. Если человек встал позже, чем Солнце пересекло определенную линию, вот если возьмем земной шарик, земной шарик берем, и Солнце проходит, вот мы здесь находимся, допустим, Солнце проходит вот эту линию, на 4 части можно разделить, 4 части 24 часа. Иначе здесь будет 6 утра. Когда Солнце проходит под любым углом 6 утра, под любым углом, когда оно проходит, до этого момента надо встать с постели. Если человек не встает, то потом, когда Солнце уже взошло, Солнце отвечает за тонус, за активность психическую человека. Солнце уже взошло, а мы еще не взошли. Это значит, что у нас тонус будет ниже, чем положено весь день, чем положено нам по судьбе. Другими словами, мы чего-то не доделаем в своей жизни. Поэтому дальше, если мы покушали, пообедали позже, чем в 12 часов, то у нас пища будет перевариваться хуже, потому что Солнце-то садится, и пищеварение гаснет в это время. В результате токсины у нас будут. А если мы вообще на ночь поели, то нам будут сниться космические сны, погоня горячей крови. То есть будут большие проблемы. Поэтому надо все делать вовремя. И вот это вовремя означает, что мы ответственны перед своей судьбой. И эта ответственность выражается в режиме дня. Поэтому режим дня является ключевым моментом достижения успеха в жизни. Мало кто это реально понимает. Но если человек начинает его соблюдать, он видит, что его сила возрастает с каждым днем. Его внутренняя психическая сила, способность победить свою судьбу. Поэтому первое, что человек должен сделать, он войти в гармонию должен с планетой. Потому что когда режим дня соблюдаешь, что происходит? Планеты сами за тебя все делают. Поэтому и сила возрастает. Кушаешь тогда, когда Солнце может переваривать, а спишь тогда, когда Луна максимально сильна. Если человек позже 10 часов вечера ложится спать, то в 12 часов ночи Луна максимальную силу набирает. Мы уже потеряли час, если в 11 легли, два потеряли, если в 12 легли. А дальше, когда мы спим, после 6 утра, когда Солнце уже зашло. Что происходит, когда мы спим, когда Солнце уже зашло? Наш Сон сгорает. То есть Сон означает отдых. Когда человек спит, Луной наполняется, это происходит отдых. Мы об этом чуть позже поговорим. И этот отдых реально означает наполнение холодной силой организма, а не горячей. Как можно спать под Солнцем, когда оно восходит? Я понимаю, когда человек устал сильно, ему надо отдыхать, когда Солнце уже садится. Чуть-чуть начало садиться, надо отдохнуть. Можно днем чуть-чуть отдохнуть, когда уже после 12 пошло чуть-чуть насказ. Но если человек рано утром проснулся позже, то Солнце-то восходит, и у него жар в теле появляется. Этот жар дальше вызывает антоксикацию во всем организме. И много различных проблем других. Это сокращает жизнь человека. Ну не смотри на меня квадратными глазами. Ну что вы? Расслабьтесь, я еще много с чего скажу. Вы что думаете, что я зря там это укорекал на прямом эфире? Сейчас пришли, расслабляйтесь, все. Сейчас будем серьезные вещи говорить. Когда человек расслаблен и спокойно слушает, информация глубже заходит. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Итак, дальше пойдем. Для того, чтобы женщине получить хорошего мужа, для этого ей надо учиться смирению. А для того, чтобы мужчине получить хорошую жену, для этого ему надо учиться ответственности. Тогда Солнце встанет в хорошем положении. И вот это отношение смирения и ответственности в семье будут хорошо работать. В результате в семье будет постоянно жизнерадостность. Если в семье пессимизм, значит солнечной силы в этой семье не хватает. Женщина должна учиться подчинению. мужчина ответственности. Если женщина учится ответственности, мужчина подчинению, значит, еще больше не будет хватать солнечной силы. Женщина будет неудовлетворена, мужчина будет неудовлетворен. Женщина должна стимулировать мужа, а муж должен стимулироваться. В этом заключается идея. Итак, переходим к Луне. Луна связана с левым полушарием, левым глазом. Это планета, которая, если Солнце отвечает за волевые усилия человека, за волю и желание, желание у кого больше, у женщины или мужчины? У женщины. У женщины больше эмоций. Эмоций, чувств и мыслей. Кто за кем бегает-то перед женитьбой? Женщина за мужчиной. Вот это неблагоприятно, кстати. Веды говорят, если женщина носится за мужчиной, приглашая, предлагает ему выйти замуж за нее, это, а как еще назовешь, я не знаю, как назвать. Если она предлагает, значит она предлагает замуж, потому что когда кто-то берет кого-то замуж, он предлагает. То есть женщина не должна предлагать, она должна ждать, когда мужчина проявляет ответственность. Если он никогда не проявляет, значит за него замуж не надо выходить, потому что он не сможет взять ответственность, если значит ничего не будет. Если женщина предлагает, мужчина соглашается, значит такая у них будет семейная жизнь. Поэтому женщина не должна бегать за мужчиной, это опасно. Это придет к тому, что она не из-за того замуж выйдет. Понимаете идею, да? Мужчина должен сказать, я тебя беру, все. Ты уверен? Да. Расписываться будем? Будем. Еще как. Вот настоящий мужчина. А если он, давай, поживем вместе, поживем, 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 расписываться будем, потом, потом, потом. Это значит, что он несерьезный. Мужчина, не напрягайтесь, все нормально. Луна имеет женскую природу. Луна связана со спокойствием. Если Луна хорошо работает у женщины. Кстати, есть, как мы уже говорили, насчет Луны и Солнца, так и у Луны есть грубая энергия, она двигает океаном. Луна связана с первоэлементом воды, поэтому Луна двигает водой. Если Солнце восходит, заходит, что происходит? Там что-то горит, что-то не горит, да? Или если Солнце уходит далеко, холодно становится. Если приближается, жарко. То есть она имеет огненную природу. Луна приближается, что происходит? Ни холодно, ни жарко. Просто начинает изменяться все, что связано с осадками. И все, что связано с океаном. Луна приближается, вода в океане к ней приближается, поднимается. Происходит изменение прилива и отливы, да? Здесь с Луной, кто знает, возле океана жил. Как только Луна начинает приближаться, сразу понеслась вода. За несколько часов может так подняться очень сильно. Также у нас с водой есть тоже вода в организме. Вода означает связи, взаимоотношения. Вообще вода для чего нужна? Чтобы что-то связывать. Допустим, если мы хотим что-то соединить, нужно склеивать. Склеивание означает водянистая энергия какая-то есть. Клей всегда водянистую энергию имеет. И соединение, только водой все можно соединить. У нас в организме чем все соединяется? Кровью. Кровь движется, все соединяет. Крови бы не было, ничего бы не соединилось. Не было бы перемещения, соединения. Когда мы общаемся с вами сейчас, это тоже как бы энергия воды. Имеет лунную природу. Луна означает гармония. Она связана с первым элементом воды. Вам трудно понять, что такое первое элемент воды. Просто запомните это сейчас. Это сила, которая стимулирует любое вещество к водянистой структуре. Если, допустим, первый элемент воды сейчас здесь повысить сильно на земле, то все превратится в жидкость. Понятно, да? Все станет жидкой, жидкое состояние приобретет. В этом идея заключается. Поэтому, луна связана с женской природой. И женская природа, она очень покладистая. Она все объединяет. То есть, женщина может всех в семье, кто всех перемирие делает со всеми, с этим договорился, с этим раз, все нормально работает. Объединились все. Мужики там один с другим погрылся. Раз, женщина появилась, все успокоились. Допустим, мужик, мужской коллектив, там ба-ба-ба-ба. Девушка зашла. Раз, все такие. Улыбаются, все нормально. Все сразу поменялось тут же. Все спокойно стало, хорошо. А женский коллектив, спокойствия не хватает. Почему спокойствия не хватает? Потому что не хватает ответственности. Женщина без мужчины не чувствует защиты. То есть, защита означает солнечная энергия. Поэтому, женщины, они очень недовольтворены в женском коллективе. Мужик один появляется, петух сразу, все раз таки. Успокаивается. Лунная природа начинает действовать, сразу улыбается. Таки хорошо им стало. Мужик такой, хоть какой, но петух. Все, зашел такой. Мужчина, когда рядом с женщиной, он такой, сразу становится такой. Ответственный очень. Так природа работает. Девушки такие смиренные сразу, скромные. Так работает женская и мужская природа. Женская природа связана с Луной. И Луна означает мысли и желания. Мысли и эмоции. Желание и воля означает мужская природа. Желание и воля находятся в правом полушарии. Эмоции и мысли находятся в левом полушарии. Когда женщина одна, не замужем, у ней почти желаний никаких нет. У ней только одно желание, замуж выйти. Но как только она замуж выходит, сразу столько желаний появляется. И все желания направлены на кого? На мужа. Муж это как трактор, а жена это управляющая. Она такая, рычагами, как только пошло дело. Нам надо пылесос, стиральную машину. Там все, не хватает этого. Понеслась. И муж только успевает. То есть муж работает, жена просит, требует. Такова природа в отношении. Лунная природа означает гармония, тишина, спокойствие, мир, доброта. Все это связано с планетой Луна. Женщина обладает этими вещами, качествами в полной степени. Женщина должна обладать. Это ее долг, это ее обязанность. Она должна этим обладать. Иначе она не принесет счастья. Поэтому, если дома беспокойно, она не должна к мужу подходить и говорить. Ты знаешь, как у нас дома беспокойно? Все из-за тебя. Но на самом деле, из-за кого, если дома беспокойств нет? Из-за кого это? Из-за жены. Потому что жена несет умиротворение. Мир, она должна всех успокоить, всех примирить. Она должна нести спокойствие. Она должна всем прощать. Жена это женское начало, податливое. Она способна подстроиться, перестроиться, поменяться. Я не виноват, это так написано в ведах. Я не придумал, правда, девушки. Не придумал. Честно, вот пионерское. Поэтому вы как бы поймите, это обязанность. Здесь ничего не сделаешь с этим. Итак, женская природа также означает связь с какими-то определенными органами. Например, Луна регулирует гормональные функции вообще человека. Гормоны, гормональные функции. И мужской организм держится на нервной системе, на нервах. А женский организм держится на гормонах. И поэтому есть как бы... Гормоны, это означает все, что связано с эмоциями. Эмоции, когда эмоции удовлетворены, значит гормоны работают хорошо. А что связано с эмоциями? Давайте перечислять. Сладкий вкус. Сладенькое поел, эмоции успокоились. Сладкий вкус связан с Луной. Дальше что с эмоциями связано? Цветы. Цветы тоже в какой-то степени связаны с Луной и с Венерой. То есть с женскими такими планетами. Дальше... Дети. Дети тоже имеют лунную природу. До 7 лет дети находятся под влиянием планеты Луна. Поэтому у них режима дня нет. У них все переваривается постоянно. И днем, и ночью, и круглый год. То есть... Почему? Потому что дети, у них лунная природа. Как только 8-9 лет наступает, уже они не могут кушать как раньше. А до этого возраста нет режима дня. Спим, когда хотим, есть, как ем, когда хотим. А маленький ребенок, у него вообще там свой режим дня. Поэтому это все связано с Луной. Она так действует. Деньги связаны... Деньги, да, это женская природа. Деньги означают движение. Да, это связано с женской природой, с Луной. Поэтому если муж не уважает свою жену, не любит, как он должен относиться к жене? Очень с почтением, с уважением, с большим. Не уважает, значит денег не будет в доме. Или жена, допустим, она доброты не имеет, умиротворения не имеет, значит тоже денег не будет. Муж будет беспокойным работать, беспокойствий, его никто не любит, не будет любить в коллективе. Да, и мать тоже под влиянием Луны сильно находится, когда она рожает ребенка. У ней почти солнце, на нее почти не влияет. В результате ей не надо так сильно соблюдать режим дня. Она вместе с ребенком живет. Итак, мы говорили, что есть грубый отжас. Теперь мы говорим о отжасе. Отжас – это лунная энергия. Грубый отжас означает приливы, отливы, реки текут на земле и все прочее. И у нас тоже в организме действует грубый отжас. Тонкий отжас означает, что у нас движется жидкость как-то в организме. Кровообращение протекает и так далее. Есть тонкий отжас. Тонкий отжас – это психическая функция Луны. И мы говорили с вами умиротворение, покой, доброта, покладистость, такая как бы способность смириться со всем. Это признак тонкого отжаса. Тонкий отжас связан с планетой Луна. Поэтому женская природа усиливается, женское начало усиливается ночью, а мужское начало, деятельность, активность усиливается днем. Поэтому к вечеру привлекательность женщины увеличивается, а днем увеличивается привлекательность мужчины. Также следует знать, что касается тонкого отжаса, то он связан с памятью. И память хорошей становится у того, кто вовремя ложится спать. Сейчас мы с вами поговорим о функции Луны в организме. Дело в том, что вообще, что такое отдых? Отдых означает охлаждение двигателя. То есть человек должен находиться под влиянием Луны, он должен успокоиться, умиротворение начать чувствовать. И тогда нервная система отдыхает, тогда все органы отдыхают. И следует знать, что вот этого отдыха или холода, или спокойствия, как хотите называть, в организме должен быть запас. Этот запас называется резерв отжаса. И если человек заболевает, допустим, какой-то тяжелой болезнью, то аэровидический врач определяет, какой у него резерв отжаса. Если у него резерв отжаса слабый, то этот человек должен быстрее лечиться, как можно быстрее ему делать интенсивную терапию. Если у человека резерв отжаса большой, то не надо торопиться. Организм сам постепенно справится с болезнью, и надо лечить человека аккуратно, постепенно. Потому что если солнца много, допустим, отжаса мало у человека, надо быстрее его вылечить, сжечь болезни, все. А если солнца мало, а отжаса много, значит у него запас, резерв сил в организме большой. То есть солнце связано с расходом энергии, а луна связана с синтезом энергии. Поэтому если человека раздувает, значит у него сильный нас увеличен, значит связь с луной увеличена чрезмерно. Если мужчину раздувает, это значит, что он сильно привязан к женской природе. хочет за счет женщины жить. Если женщину раздувает, значит ей на мужа наплевать. Понимаете, связь с луной, энергия должна расходоваться, а не только синтезироваться. А? Ну как вот? Юбка не помещается уже. То есть я так по-народному говорю. По-простому. Все понимают. Раздувает, значит. Пал поправляется в человеке. Ну не знаешь, что там его надувает воздухом? Нет. Жир там и все прочее. Итак, дальше если говорить о луне, то чувствительность, способность глубоко проникать в тайный смысл чего-то, означает луна. Луна связана с чувствительностью ума. И у женщин ум в 6 раз чувствительнее, чем у мужчин, оказывается. А у мужчин все в 6 раз грубее. Поэтому жена не должна на мужа вот так вот сильно обижаться, если он не заметит, что она в противогазе пришла там. Или еще что-то. Платье новое купила, уже неделю ходит. Или постриглась, там чуть-чуть волосы подровнял. Это мужчина может не заметить. У него все внутрь приходит. Женщина красиво, допустим, одета, он не помнит, какое платье. Но внутри он счастлив. Если она его спросит, тебе платье нравится, он начнет смотреть на платье в первый раз в жизни, чтобы понять, куда нравится. Такова мужская природа очень грубая. То есть мужчина, он направлен на свое дело, ему вот там вот. А здесь должно быть все хорошо. Если жена довольна, она одета хорошо, губки накрашены, значит, все, мир, покой, он доволен тоже. Если она его спросит, тебе нравится такого цвета губная помада, то его это тормознет. Задумается, нравится ему или нет. То есть ему сложно сказать. Поэтому женщины не должны на это обращать внимание, что мужчины, они видят в целом женщину, они не могут деталей понять. Но если мужчина говорит женщине, у тебя такие глаза красивые, голубые, как два озера, это значит, что у него крыша съехала. На время. Это нормально, это хорошо. Значит, он любит. То есть если мужчина обращает, на детали, значит, что женщина этот поезд смогла затормозить в какой-то момент на себя. Это благоприятно для семейной жизни. Но учтите, что если он тормознет слишком надолго, то тогда будет плохо, денег не останется всем, он будет все время сидеть, говорит, у тебя глаза такие красивые. А работать же тоже надо. Поэтому мужская природа тоже должна быть активна у мужчин. не означает, что только женская всегда должна пересиливать. Это мужчину надо отпускать на работу смело. Не надо думать, что он дома должен все время сидеть. Кстати сказать, дом, очаг домашний, означает лунная природа, а работа означает солнечная. Поэтому мужчине больше нравится на работе, а женщине дома. Если женщина имеет мужские черты характера, ей больше на работе нравится, а мужчине дома, если он женский имеет черты характера. Но это им не поможет. Потому что женщина все равно больше счастья в доме получает. Поэтому она, если муж будет там что-то делать, она будет ходить его контролировать постоянно. Не дай бог, что-то не так сделать, будет скандал. А если женщина, допустим, пойдет в гараж, там машину ремонтировать или что-то там делать, то он будет в гараже за ней следить, в гараже. Потому что это уже солнечная энергия, это уже за домом. Поэтому надо в этом во всем разобраться и не обижаться друг на друга, если так все происходит. Дальше. Обмен веществ связан с Луной. Плохой обмен веществ означает разрушение организма. Для женщины очень опасно. Мужчине как бы еще можно жить, но для женщины очень опасно. И гормональные функции, когда страдают для женщины, тоже очень опасны для здоровья. Поэтому женщины должны кушать сладкое по утрам. Это поддерживает гормональные функции в тонусе. И женская красота от этого увеличивается. Также сладкий вкус должен быть выражен в цветах, особенно в спальне. Спальня связана с женской природой. Поэтому в спальне должны быть сладкие такие тона. А зал связан с мужской природой. Там должны быть тона такие мужские уже. Там какие-то такие. То есть, поняли, да, идею? Это связано все с той, какая природа у кого. Кухня тоже связана с мужской природой. Там огонь горит. Марс, мужская планета. Хотя готовит женщина, она укращает мужскую планету. Следует также знать, что почки, допустим, почки и... почки у мужчины и у женщины имеют женскую природу. То есть, они связаны с женскими планетами. И сердце тоже связано с женским планетами. Поэтому, когда мужчина влюбляется, у него за сердце его хватает. Любовь, само понятие любовь тоже имеет женскую природу. Означает нежность, забота, доброта. Усиливаются женские планеты у всех. У мужчины и у женщины. Но мужчина должен пересилить и стать сильнее чувствую, стать ответственным, серьезным. Женщина, когда мужчина сильно уж такое размикает, женщине это не нравится в отношениях. Она не любит такое. Она любит, чтобы мужчина всегда оставялся мужчиной, несмотря на любовь. Иначе она разочаруется в нем. Дальше мы с вами... Про Луну так немножко понятно, да? Плохая карма по Луне означает отсутствие покоя, напряжение постоянное, женщина напряжена постоянно, спит плохо, сон чувствительный, плохой, тяжелый, значит женская планета страдает Луна. Мужчина курит. Курение означает нехватка спокойствия. Человек курит от того, что он не умеет отдыхать. Означает Луны не хватает, Луна энергии. Если человек курит, что ему, чтобы не курить, что он делает? Кодируется, зомбируется, еще что-то делает. А надо что делать? Начать уважать мать сначала, учиться уважать мать, учиться заботиться о жене и заботиться о детях. В этом случае спокойствия в мужской природе у мужчины станет больше и в результате курить уже не будет хотеться так сильно, потому что организм будет отдыхать. Дальше что он сделает? Он должен начать уважать вечернее время суток. Мужчины чем вечером занимаются, когда спать надо ложиться? Они смотрят, как мячик летает туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда и болеют. Они болеют и потом начинают болеть после этого. А надо спать ложиться в это время, успокоиться. Вечернее время суток предназначено для покоя, надо успокоиться. Поэтому Веда рекомендует читать о жизни святых людей вечером, говорить о чем-то хорошем. То есть успокоение должно быть в семье, спокойная музыка должна играть. А вечером только жизнь начинается, все приходят там, какая-нибудь передача какая-нибудь такая возбуждающая, все кричат фильм ужасов. И потом спать так мы ложимся. отжас хотим накопить. Там накопится. Потом думаю, а что же у нас болезнь-то не лечится? Хроническое заболевание. Лекарств мало пили. Лекарства здесь ни при чем. Нужно понять, что самое лучшее лекарство это Солнце, Луна. Две планеты, которые мы не уважаем. Не понимаем их связь с нами. Ну вот я про них рассказал. Переходим к следующей планете мужской. Это Марс. Марс связан с нижним психическим центром, самым нижним. У нас есть 7 центров психических. Они все связаны с какими-то планетами. Вот здесь центр, самый верхний, связан с разумом, с энтузиазмом, решимостью, верой. этот центр называется центр, ну как там, Дарабрама или там Сахасрара чакра, как хотите называть, ругайтесь, как хотите, но идея заключается в том, что это макушечный центр, он связан с нашей целью в жизни. И он активен, когда она есть, а и пассивен, когда ее нет. Дальше следующий центр называется Аджна чакра или центр ума человека, центр мысли. Вот здесь концентрация мысли происходит. Он связан с планетой Сатурн. Сама планета Сатурн она связана с праной психической энергией. человек сосредоточен, он с любовью трудится, как человек может быть сосредоточен? Он должен с любовью трудиться, он должен полюбить труд. В этом случае связь с Сатурном хорошая становится, у него ум становится сосредоточенный. Теперь смотрите, если он труд не любит, как он может сосредоточиться? Нет? Ну допустим, человек не любит математику ребенок, он читает, ничего не понимает, он не может сосредоточиться. Поэтому родители что должны сделать? Они должны его заинтересовать, они должны его научить любить математику. Первое, что нужно сделать, научить любить математику, а дальше он уже будет читать, потому что концентрация внимания появится. Понимаете, идея в этом заключается. Итак, этот центр психически связан с Сатурном, и он управляет концентрацией внимания человека, его способностью принять на себя нагрузку психическую, тоже связан с Сатурном. Дальше горловой центр психический, вот здесь в области горла, связан с Меркурием. Меркурий это планета, которая тоже, кроме Луны, отвечает за связи, за взаимодействие. Но Луна, она что делает? Она соединяет все, соединяет все, а Меркурий, когда соединение произошло, он дает взаимодействие, дает возможность взаимодействовать, дает, наполняет взаимодействие. Допустим, если взять, допустим, взять, если дерево, да, Луна, энергия в нем это движение сока, когда сок подвигался, дальше задвигался, дальше что происходит? Листики пошли, а листики это что такое? Это взаимодействие с Солнцем. Понимаете, то есть Меркурий, листики имеют меркурианскую природу, зеленый цвет связан с Меркурием, а движение воды, прозрачная жидкость, прозрачный, блестящий цвет, такой, как у этих цветов, у лепестков, краешков, это лунный цвет. Таким образом, или вот как эта полоска, которая идет вдоль зала, это лунная тоже энергия. У тебя на радиостанции серебряный дождь выступает. Там все очень прозрачно, такая атмосфера у них на радиостанции такая, блестящий белый цвет везде. То есть это лунный цвет, а название какое? Серебряный, это лунный металл, серебро, дождь, это тоже лунная деятельность. Дождь означает луна, серебряный дождь и плюс атмосферы. Представляете, сколько лунной силы? А луна означает гармония, связь. Поэтому и успешность, успех радиостанции, потому что все название само говорит уже за успех. Вот, поэтому интересно такие закономерности вы можете знать. Но если говорить дальше, следующих центрах, то вот здесь на области груди находится лунный центр, луна. Смотрите, солнечное сплетение следующее, выше луна. Это два высших центра, мужской и женский. Означает, что женщина, она понимает любовь, ее понимание семьи, любви в семье выше, чем мужской. То есть, женщина, она вытягивает по этому семью своим благочестием, благочестивым отношением к мужу и с мужем и как бы она учит мужа, как благочестиво относиться к детям. То есть, она как бы поднимает нравственность семьи, держит на высоком уровне. Мужчина, для него семья, это что такое? Это пришел, поел, телевизор смотреть. Семья означает что-то такое потребительское, для женщины семья это что-то такое, подвиг какой-то, это что-то такое другое, она заботится о всех. То есть, более нравственность, сильное положение в семейной жизни. Мужчины же более сильное положение в деятельности, общественной жизни. Это связано с тем, что у нас есть еще одна мужская планета, которая называется Юпитер. Юпитер связан с разумом, и поэтому мужчина должен вдохновлять женщину на жизнь, на активность, на веру, на энтузиазм и так далее. Если мужчина это не делает, женщина печалится, потому что ей у нее счастья в жизни нет. Так, дальше, после солнечного сплетения паховый центр связан с Венера. С Венера низшая женская планета, стоит выше, чем копчиковый центр, связанный с Марсом. Мужская низшая планета. Поэтому низшие функции мужчины инстинкты мужчины более грубую природу имеют, чем женские. Мужчина всегда к грубым отношениям к женщине стремится, а женщина стремится к тонким отношениям. Поэтому, если женщина ругает мужчину за то, что у него он стремится к грубым отношениям, она должна также признать, что ей не слишком стоит злоупотреблять тем, что мужчина за ней ухаживает. Потому что ухаживание для женщины, грубые отношения для мужчины это одно и то же. То есть, это фактически одно и то же влияние. Женщина получает счастье таким образом, мужчина в основном получает счастье таким образом в семейной жизни. Поэтому следует понять, что совершенно разные центры психические, но женская природа должна в семейной жизни быть сильнее, поэтому все равно женщина в этих вопросах интимно контролирует мужчину. Она как бы должна сдерживать его все время, стараться его утихомирить. иначе отношения начнут рушиться. Здесь женская природа всегда должна преобладать над мужской в семейных отношениях. Контроль идет от женщины в плане интимных близких отношений. Марс связан с эгоизмом человека. Мужской психический центр связан с эгоизмом человека. Грубым эгоизмом, эгоистичностью. И также следует знать, что Марс не обязательно это плохая планета. Марс может быть чистым, эгоизм человека может быть не обязательно грубым. Марс связан с волевой силой и желанием преодолевать трудности. Если Солнце связан с ответственностью, то Марс связан с самим движением к трудностям и любой ценой достичь. Если человек с сильным Солнцем не сражается, то Марс с сильным Марсом всегда сражается. Марс это планета войны, добиваться своего. Поэтому мужчина добивается женщины, а не наоборот. Это связано с тем, что Марс это планета мужская. А Марс планета Марс и ее грубые функции этой планеты означают такая деятельность в организме, что расщепление всех веществ в организме происходит под влиянием силы Марса. Она тоже имеет огненную природу. А тонкие функции Марса это желание добиться своего, защита, то есть желание защищать женщину, связано именно с Марсом, воля мужчины, его желание применить силу, силой добиться своего, это тоже связано с Марсом, более грубые мужские проявления. Кстати, сказать, если у человека слабый Марс у мужчины, то есть он не волевой, не воля у него, аскетизм не развит, мужчина должен подвергать себя аскезам, а женщина должна осторожно к аскезам относиться. Если много женщин аскез делает, у нее женская природа гаснет, и в результате у нее гормональные функции снижаются, у нее организм морщинки появляются туда-сюда, то есть красота тает, и женская сила тает. В чем женская сила заключается? В красоте, привлекательности, а мужская сила в чем заключается? В силе. То есть явная такая сила я, что все, что проявлено. Мышцы связаны с Марсом. Допустим, если у человека Марс сильный, то он такой, вот, такие, горы, там, плечи такие, классно все, может бревнышком по голове дать спокойно, нет проблем. Значит, Марс, мужская природа, низший мужское начало развито сильно. Войны, милиция, дальше все, все какие-то военные структуры, там, в том числе и налоговая полиция и так далее. Все это связано с планетой Марс, деятельность Марс, связанная с Марсом. Дальше нянечки, воспитатели, секретарши и так далее. Все, что связано с послушанием, умиротворением, это деятельность лунная природа имеет. Скляночки, баночки, считать функции ума. Луна контролирует ум, то есть память, способность не уставать во время работы, все это связано с луной. Поэтому бухгалтер, там, подсчеты, это тоже как меркурианская лунная такая работа, женская. а ответственный руководитель, начальник, это уже солнечная президент страны, это уже солнечная должность. Или отец просто в семье, главарь семьи, тоже солнечная. надо кем-то руководить, мужчина должен кем-то управлять солнечной энергии. Каждая планета дает какую-то специальность человеку. Если Марс слабый, то будет страдать функция печени. Печень связана с Марсом очень сильно. Если печень слабая, человек устает к вечеру, воли не хватает работать, воли не хватает вечером жить активно. Значает Марс слабый, печень слабая. Мужчина у женщины может быть слабая печень. Сильный Марс хорошего качества означает для мужчины характер твердый, решительный, спокойный, благородный. Твердый и решительный означает сила, спокойный и благородный означает качество Марса. Если Марс качество плохое имеет, то человек будет сильный, агрессивный, неблагородный поступки, жестокий. Жестокость черта характера связанная с Марсом. Мужчина жестокий это хорошо или плохо? Плохо, а если женщина жестокая? Еще хуже. То есть, если женщина проявляет плохие мужские черты характера, значит, она как женщина сильно проигрывает. Мужчина проявляет мужские плохие черты характера, он проигрывает, но не так сильно, как женщина. Точно так же, если мужчина, допустим, женщина плачет, допустим, и жалуется, женщина жалуется, это проявление Луны, даже Венеры, это проявление Венеры, обижаться, жаловаться, это проявление Венеры. Гневаться, проявление Марса. Поэтому гнев, эгоизм выражается в виде гнева. У мужчин выражается в виде гнева, а у женщин в виде обиды одна и та же энергия, по-разному в разных телах проявляется. Поэтому, если женщина гневается, это хорошо или плохо? Плохо, но не так плохо, как если мужчина, ну, то есть, и мужчина гневается, это плохо, не так плохо, если женщина гневается. А женщина обижается, это плохо, но не так плохо, если мужчина обижается. Если в семье, допустим, мужчина обижается, женщина гневается Это значит, что его надо сушить везло У них как бы и Маркс, и Венера в плохом положении Значит, не будет удовлетворения Значит, у них может детей не быть, кстати Потому что Маркс отвечает за активный сперматозоид Если мужчина насилие над всеми совершает постоянно Несправедливо, то у него нарушится связь с Марксом У него может проблема быть в том, чтобы зачинать здоровых детей Так природа наказывает мужчину С другой стороны, безвольный мужчина Почему женщине не нравится безвольный мужчина, нерешительный? Потому что он может не зачать детей У него возможности сперматозоиды будут пассивными Вот так вот, то есть планеты сильно связаны с нашей судьбой И все это происходит в результате влияния на ум Сама планета ничего не сделает, если у нас там грехов внутри нет Если есть с чем контактировать планета Контактирует плохо с нами Планета в атмосфере может занять хорошее положение То есть она движется, она занимает в разных местах разные положения Хорошее положение занимает, она с кем контактирует? У кого есть хорошая карма, да? Который совершает хорошие поступки В это время эти люди, они очень сильно активны И проявляют возможность как бы подниматься во всех отношениях Дальше, если Марс встает в плохое положение Кто активизируется? Криминальные элементы там, убийцы всякие и так далее Это связано с Марсом Если Марс находится в плохом положении То это может выражаться в таких болезнях Как изжога, гастрит, язва там и так далее Все, что связано с разрушающим огнем в организме Венера женская планета Связана с... Если Марс связан с силой Он как бы преодолевает трудности, препятствия То Венера связана с способностью наслаждаться Поэтому наслаждение это качество Характера чьего качества? Способность быть счастливым Это чье качество? Женское Поэтому смотрите Мужчина счастье получает за счет чего тела? Своего или женского? Женского А женщина счастье получает за счет чего тела? Мужского или женского? За счет своего Поэтому женщина к какой-то степени самоудовлетворена В отношениях с мужчиной Поэтому она как бы обладательница счастья И поэтому она мужчину как наказанная Говорит, уйди отсюда Уйди Я не хочу тебя видеть Все, отойди от меня Все, наказала То есть нет счастья Поэтому смотрите Есть заменительница женщины Заменительница женщины это Нет Заменительница женщины это Жена с горлышком С горлышком Буль-буль-буль-буль-буль Спирт Когда жена не любит мужа Она счастье ему не доставляет Чувствительность как бы не проявляет По отношению к нему заботу Мужчина не получает любви А без любви человек жить не может У него три варианта Первый вариант Найти другую женщину Второй вариант На работе умереть То есть работать Очень много работ Там счастье искать И третий вариант Спиться Поэтому обязанностью женщины Является Наслаждать не себя А семейных Своих близких Она не должна в семье Ждать для себя наслаждения Она должна Всем давать счастье Вокруг Стараться всех радовать И как бы Если женщина эгостично себя ведет Она старается сама радоваться А на всех остальных Ей наплевать В результате мужчина Теряет способность Иметь любовь внутри У него Нехватка любви Вызывает у него Отсутствие Привязанности к семье Он начинает куда-то удирать То ли на работу То ли То есть у него нет связи Дети не могут Венерианскую природу Нести в себе Дети не могут Удержать мужчину Мужчина удержать Должна только жена Поэтому обязанность Женщины Является Быть красивой Привлекательной И внимательной Заботливой И так далее То есть она Доставляет счастье Отдает счастье Из себя У нее есть счастье Она его отдает А счастье Откуда она берет От планеты Венера Которая означает Контакт Связь чувств С их объектом Поэтому женщины Они больше способны Получать радость От жизни Допустим Они больше Эмоционально радуются Когда видят Там театр Еще что-то Камешки Красивые Драгоценные Сразу Сразу Они чувствуют Контакт С объектом Произошел А мужчина Смотрит Камешек 3000 баксов Он видит Баксы Он не видит Он не видит Там связь С объектом Связь с объектом У женщины Устанавливается Поэтому В основном Женщины Берут украшения Мужчины Берут Если это нужно Для чего-то Для здоровья Успеха Иногда Мужчины Это понимают Это редкий случай Но понимают Иногда А женщины Всегда это понимают Они чувствуют От камней Идет какая-то сила Итак Венера Кстати Камни С Солнцем Связан рубин С Луной Связан жемчуг Самые сильные Камни Имеется ввиду И лунный камень Дальше С Марсом Связан коралл И с Венерой Связан бриллиант Эти камни Которые дают Бриллиант Дает Поэтому Что? Дает Способность Быть счастливой Там Объекты чувств Сразу Достигаются Женщины Любят этот камень Очень по этой причине Следует знать Что Венера Сильно связана С нижними Женскими функциями И она Контролирует Гормональные функции Придатки Деятельность Придатков Гормонов Женских гормонов Поэтому Если женщина Не заботится О ни о ком У нее гормоны Женские Работают плохо Нет Нормальной работы Это значит Что она не сможет Зачать ребенка Поэтому Женских черт характера Не хватает Невозможно Зачать детей Мужских черт характера В семье Не хватает Невозможно Зачать детей Таким образом Таким образом Наказывает Судьба Человека Который Не хочет Выполнять Свои обязанности Перед людьми А Венера Контролирует Деятельность Почек Так же Как Луна Она контролирует Деятельность Так же Гормональных функций Но если Луна Более верхней Гормональной функции Там щитовидная железа Гипофиз И так далее То Венера Связана С нижними Гормональными функциями Молочные железы Тоже с Луной Связаны Молоко Это лунную энергию Чистую лунную энергию Имеет Поэтому Молоко Это как говорят Жидкий отжас То есть Когда человек На ночь Молоко пьет Подогретое Сахаром Чуть-чуть Подслащает То он увеличивает Силу отжаса Значит Резерв организма Увеличивает человек Таким образом Он получает здоровье А мы молоко Считаем вредным продуктом Почему? Потому что не знаем Когда пить его Днем его не надо пить Потому что Днем-то Луна Солнце действует Молоко не переваривается Но переварится ночью Когда Луна действует Особенно Молочные продукты Полезны женщинам Они сохраняют Женскую красоту Когда женщина беременет Ей надо как можно Больше молочных продуктов Пить Потому что Связь с Луной Увеличивается Плод хорошо развивается И она чувствует себя Умиротворенной Некоторые женщины Они вообще садятся Только на молочные продукты Интуитивно Во время беременности Чтобы Венера была сильной Для этого женщина Должна Очень чутко И заботливо Ко всем относиться Если Венера У женщины слабая То в чем это выражается В том Что она постоянно Не удовлетворена Она не удовлетворена мужем Он ее по голове гладит Она стоит Печалится Контакта с объектом Чувств нет Значит Венера В плохом положении Кто виноват Муж или жена Венера Она показывает Глубину ума Человек Венера Виновата Венера Петровна Вот Она показывает Глубину контакта Человека С Глубину ума То есть Нашу карму Показывает Фактически Если мужчина Допустим Он плохо себя вел В прошлой жизни Будучи женщиной Кстати они меняются Знаете постоянно Мужское воплощение Женское Потому что мужчина К чему мы привязаны Тонкое тело Означает тело желаний Все желания Должны осуществиться К чему мы привязаны Таким мы и становимся Мужчина привязан К женщинам Становится женщиной В следующей жизни Женщина привязана К мужчинам Становится мужчиной В следующей жизни Если мужчина Не выполнял Свои женские обязанности В прошлой жизни Он в этой жизни Получает жену Которая постоянно такая, с кислой физиономией ходит, всегда недовольная такая. Это означает, что у него тоже Венера в плохом положении стоит. Должен Марс усиливать, он должен героем стать в семье, он должен сказать, да я для тебя, да знаешь вообще, он должен пересилить ее, вот эту вот Венеру, и в результате она будет улыбаться. Это означает правильное понимание вещей, то есть человек не должен обвинять другого в том, что у него планеты слабо стоят. Если вы сейчас лекцию послушали и будете на свои близкие потом ходить, это значит, что вы зря сюда пришли, только испортите себе жизнь. Надо наоборот над собой работать, и в этом смысл этой лекции заключается. Следующая планета бесполая, это Меркурий, она есть и у мужчин, у женщин одинаково действует, и у тех, и у других. Камень изумруд. Связана эта планета со связями, то есть Меркурия означает контакты, взаимоотношения. Поэтому если человек способен относиться покладисто к другим людям, прощать недостатки, значит у него внутри в организме все функции будут связаны друг с другом, не будет дисфункции. Дисфункции от чего возникают? От того, что в уме возникает плохой контакт с Меркурием. От чего он возникает? От того, что человек не хочет уважать людей, он видит их только недостатки. Означает, у него внутри тоже будет плохо работать. Потом, деньги с чем связаны? Тоже со связями. Все знают, связи есть, деньги есть, связи нет, денег нет. Поэтому связь означает Меркурий. Если человек не может уважать людей, какие у него связи будут? Никаких связей. Поэтому мы должны все эти вещи понять. Способность, отсутствие возможности усваиваться веществам. Означает плохая связь с Меркурием, с планетой. Меркурий отвечает за, в целом, как бы за распределение веществ по организму, чтобы ничего нигде не скапливалось. Чтобы все было как положено, работало. Чтобы все было отлажено. Если, допустим, начальник имеет хороший Меркурий, у него каждый процесс в его рабочем месте отлажен. Все происходит само собой хорошо. Не нужно там бегать, кричать ни на кого. Он подошел, говорит, у вас все хорошо. То есть он силу Меркурия передал. Там рабочий раз, раз, все хорошо. То есть они чувствуют силу. Сила пришла. Не надо ругаться ничего. У него сильный Меркурий. Как усиливать Меркурий? Для этого надо учиться смирению по отношению к людям. Прощать им недостатки. Как усиливать Венеру? Для этого надо радоваться даже малому. Быть смиренным в радости. Радоваться малому. Как усиливать Марс? Совершать аскезы. Как усиливать Солнце? Быть ответственным. Как усиливать Луну? Мир культивировать внутри себя. Умиротворение покоя. Больной Меркурий сразу указывает нарушение ритма сердца. Если есть, значит плохой Меркурий. Плохого качества Меркурий, значит человеку трудно. Нарушение ритма сердца. Сердце, это означает глубокие какие-то вещи. То есть человек сильно обижается глубоко. Обида сердца связана с обидой. Это означает, что человек не может прощать. Плохо относится к людям. Не до конца понимает их позитивные черты характера. Дисфункция желчеводящих путей. Тоже Меркурий. Поджелудочная железа плохо работает. Тоже связана с Меркурием. Щитовидная железа. Меркурий связан с этим центром. Горловой центр Меркурия здесь находится. Поэтому щитовидная железа больная, означает плохой контакт. Есть эндемические зоны по болезням щитовидной железы. Зоб у них в этих зонах. Так вот, считают, что йода не хватает. И йод как сумасшедшие. А на самом деле не хватает там возможности общаться друг с другом. Грубость сильна в этих районах. Я в Самаре учился. Там зоб у всех. Самара городок, беспокойная я. Не зря поют. Потому что там правда, вот в автобус зайдешь, попробуй за день за кого-нибудь. Там сразу все кричат. Весь автобус кричать начинал. Правда, тяжело. В этом плане тяжело. Здесь вроде так получше. По спокойнее в Москве. Нет, нет, нормально, получше. В Самару съездите, посмотрите. Это я так не ругаюсь, а просто сравниваю. Там тоже есть свои преимущества. Там тоже есть хорошее что-то. Там Менера сильно разутая. Поэтому там люди такие, очень любят радоваться, счастливыми быть. Следующая планета – это Сатурн. Сатурн – это планета, которая связана с любовью к труду и с отсутствием любви к труду. Если человек любит деньги, значит он не любит труд. Это как бы две противоположные вещи. Как только деньги сразу, как бы рубль нарисовался на лбу, только человек до зарплаты думает, он будет думать о том, чтобы любить труд или нет. Нет, поэтому он о чем будет думать в течение работы? Чтобы рабочий день быстрее закончился. Он будет думать о том, что надоело уже на этой работе. Скорее бы зарплата, скорее бы конец работы, скорее бы отработать. И работать он не будет качественно. Ему как бы вот сделать, он будет стараться качественно делать, но это вызывать будет у него сильную усталость, переутомление. Поэтому Сатурн, когда в плохое положение отношения с человеком встает, что у него возникает в организме? Отсутствие энергии. То есть Сатурн связан с праной, с энергией психической. Когда человек любит труд, в этом случае у него бодрость в организме всегда, у него энергии много, он может двигаться, активность. У него нет усталости. Он любит, допустим, на работе там, работаем тяжело, тяжело очень. Там нагибаться надо, подниматься. Потом пошли, допустим, на грядочку, там даже природа, свежий воздух. Там никто не заставляет. Так раз нагибаться надо, подниматься. Точно так же. Но человек вылечивается. Он чувствует, спина вылечилась. Понагибался на работе, спина замкнула. Почему бы ни с любовью, ни нагибаться на работе? Надо забыть о деньгах. Надо понять, что деньги придут сами, как результат. Не надо об этом думать. Человек должен так действовать. Тогда эта планета поступит с человеком в гармонию. Скупцы не могут с Сатурном в гармонию вступать. Поэтому скупость, когда человек скупой, Сатурн его гнет. Сатурн связан с костями также, с позвоночником Сатурн связан. И Сатурн связан с суставами. Когда человек скупец, он отчаяннее работает. Ему как бы тяжело смириться, что у него зарплата меньше, чем у заседа. То у него начинают суставы как бы скрючивать, позвоночник скрючивает. И у него так тяжело жить становится. То есть это влияние Сатурна. Сатурн суровая планета, очень суровая. Солнце учит серьезно. Сатурн еще серьезнее учит. Сатурн так учит, что мало не покажется. То есть человек попадает в такую нищету, в такую зависимость от работы. Работает целый день. То есть у него жизнь очень напряженная. Вот люди, которые попали под наказание Сатурна, что это за люди? Это люди, которые работают с утра и до вечера и не имеют почти денег. Это люди очень жадные внутри себя. Они как бы работают не для труда, а для денег. Если человек для труда работает, он с любовью трудится. У него квалификация повышается от этого, его ценят на работе, повышают должности и так далее. Когда человек просто работает ради денег, он никому не нужен. И он всем неприятен. Аскезы с любовью совершаемые тоже Сатурн. Когда человек любит аскезы совершать, это Сатурн. Означает, что человек становится благородным. У него много терпения. Отсутствие терпения означает плохая связь с Сатурном. Много терпения, значит хорошая связь с Сатурном. Если человек говорит, что он плохой, он терпит спокойно. Думает, что он плохой. Это означает хорошая связь с Сатурном. Если он не может терпеть, значит плохая. Беспокойства возникают такие внутри. То есть терпение это связь. Именно в труде, терпение в труде. Это связь с Сатурном означает. Хорошая. То есть хорошая связь. Нервная система страдает. Невритый. Это Сатурн. Связь с Сатурном плохая. Ну и, соответственно, мышление. Если у человека шизофрения, эта болезнь связана с Сатурном. Если у человека ум очень напряженный, он не боится, что его постоянно заставляют. Он замыкается. Он не хочет, чтобы его трогали. Ум очень сильно напряженным становится. И человек начинает заболевать шизофренией. Он замыкается внутри себя, плохо соображает, что вокруг происходит. У него появляются какие-то идеи глупые. Сатурн такая суровая планета. Если человек не хочет выполнять свой долг, трудиться не хочет, как положено, у него все замыкает там внутри. Потому что нервная система связана с Сатурном, с деятельностью этой планеты. Люди с хорошим влиянием Сатурна не сильно напрягаются в жизни, на работе. Но они выполняют перед людьми свой долг. Очень серьезно. То есть они тоже трудятся, но этот труд, он благородный. То есть они сами как бы хотят трудиться у них. Не надо заставлять. Следующая планета Юпитер. Юпитер это планета, которая связана с... Это самая возвышенная, самая главная планета. Она всеблагая. Она никогда не бывает плохой. То есть если у нас плохая связь с Юпитером, это не означает, что Юпитер несет в себе зло по отношению к нам. Когда Юпитер двигается, он зло никогда не несет. Мы можем принять Юпитер или не принять его? Потому что вера человека или отсутствие веры – это признак нашей собственной свободы выбора. Юпитер здесь ни при чем. Если мы верим во что-то высокое, во что-то важное в жизни, если мы верим в честность, доброту, простоту, то есть возвышенные качества характера, если мы верим во что-то хорошее, а не во что-то плохое, то в этом случае Юпитер сам связывается с нами хорошо. Некоторые люди от природы верующие, значит у них сильная связь с Юпитером. Как восстановить связь с Юпитером? Для этого нужно выбрать наставника себе. Или человека, которого ты можешь послушать, друга какого-то старшего. То есть человек, которого ты будешь слушать и выполнять то, что он говорит. Когда человек так делает, то у него устанавливается хорошая связь с Юпитером. В результате этого к нему в жизнь приходит удача. Потому что Юпитер – это единственная планета, которая быстрее всего сжигает грехи человека. Поэтому мудрость означает сильный Юпитер прежде всего. Умность, когда человек умный, означает сильная луна. Когда человек влиятельный означает сильное солнце, а мудрость означает сила Юпитера. Мудрость сразу значит есть вера, есть послушание, и есть сильный энтузиазм в работе над собой. Энтузиазм в работе над собой, в переменах, в изменении себя как личности, означает связь с Юпитером. И Юпитер приносит удачу человеку. Все у него в жизни получается, все его любят. Потому что Юпитер – это планета, которая вдохновляет окружающих людей. Оно дает вдохновение. Юпитер связан с разумом. Меркурий связывает ум с разумом. Луна и Солнце связаны с умом. Разум контролирует умом. Разум тоже связан. Это тонкое тело. Есть тонкое тело разума, такое понятие в ведической знании. Разум состоит из знания о том, что такое счастье. Это знание нас связывает с счастьем. Самый процесс связи означает вера. Если связь есть, значит вера есть у человека. Мы не верим в пустоту. Если человек к чему-то стремится, значит у него разум с чем-то связан. В этой вселенной есть разные вкусы к счастью, находятся в разных точках вселенной. Если человек верит во что-то высокое, он движется куда-то, то в следующей жизни он попадет на более высокие планеты, где больше счастья будет в жизни. Таким образом, движение в разуме – самое главное в жизни. Оно определяет судьбу человека. Поэтому веды говорят, что главная деятельность должна осуществляться в разуме. Человек должен постигать знание о том, как правильно жить, что такое счастье. Не знание о том, что 2x24, это всем уже известно в целом мире, а надо постигать, как правильно жить. Потому что знание математики, физики, оно может и поможет деньги зарабатывать, там электроники и так далее, бухгалтерский учет, менеджмент. Но оно не поможет нам занять более хорошее положение в следующей жизни. Оно не поможет нам успех в жизни добиться. В полной степени успех зависит от Юпитера. Насколько человека будет благоволить удача, насколько его уважать будут в жизни. Уважение именно в деятельности связано очень сильно, даже не уважение, а вера человеку. Верить человеку или нет, это связано с Юпитером. Насколько он верит в правду, справедливость в этом мире, настолько в него будут верить. И те верят, или не те. Кто верит в зло, в него другие люди будут верить, которые его и убьют, уничтожат его счастье. А если человек верит в что-то возвышенное, то ему такие люди будут верить. Его окружат такие люди. Соратники, близкие по духу люди, означает сильный Юпитер. Бандиты, шайки, банды, означает слабый Юпитер. Иммунитет связан с Юпитером в организме. СПИД означает плохая связь с Юпитером. Чем больше человек верит в низменные инстинкты, тем ниже у него связь, хуже связь с Юпитером. Чем больше человек верит в возвышенную любовь, тем лучше у него связь с Юпитером. Иммунитет повышается, СПИДа нет. Я вам серьезно говорю, не думайте, что это шутки. Это все серьезно. Потому что я и психолог, и астролог, и врач. Я могу объединить эти понятия. Возвышенное, сам возвышенное – это любовь к Богу. Если мужчина и женщина стараются воспринимать друг друга не как объекты для постельных отношений, а как личности более серьезные, возвышенные. Допустим, мужчина в женщине видит более возвышенные черты характера, женщина в мужчине тоже. А не просто женщина в мужчине видит деньги, положение в обществе, а мужчина в женщине видит свои возможности, какие-то удовлетворения чувств. Это означает, что у них нет Юпитера в отношениях. Значит, отношения скоро рухнут, удачи там не будет. Плохой период начинается, разваливается семья. Поэтому семья всегда должна стремиться к тому, чтобы вместе возвышать как-то свое сознание дома, во что-то поверить важное в жизни. Не верите в Бога, верьте хотя бы в нравственность, во что-то серьезное, цель какую-то надо иметь в жизни. Это очень важно понять. Есть еще две планеты, вообще их больше, гораздо больше, но веды серьезно разбирают еще две планеты. Они называются тонкие планеты, невидимые, теневые. Эти планеты, они имеют злую природу, влияние на человека, но они являются экзаменаторами нашей судьбы. Если мы правильно что-то делаем в своей жизни, они на нас будут хорошо влиять. Одна планета называется Рафу, первая. Рафу это планета, которая наказывает тех, кто ругается матом, кто ведет себя неприлично, непристойно, кто развязан по жизни, то есть ведет себя, ну, то есть ходит, допустим, по пляжу без штанов. Рафу. Ну, я вообще говорю, то есть совсем, мы разок в Киеве, нам посоветят, там вот остров есть, вы отдохнете, там никого нет. Мы поехали, смотрим, Господи Боже, куда мы попали, а? Это проблема. Это означает плохое влияние Рафу. То есть наглость, когда наглость у человека увеличивается в характере, это значит, что дальше будут происходить определенные процессы внутри и вовне. Рафу означает онкология, беспредел внутри тканей, начинается беспредел, неконтролируемое движение, рост тканей, онкология. Дальше, это означает, Рафу означает избиение, означает жестокость, проявление всяких насилия, любого вида насилия означает Рафу. Допустим, Рафу означает операция неуспешно проведена, переезды ли человека, ни за что. За что? Вопрос только за что? За то, что он беспредельничал по отношению к другим людям когда-то в своей жизни. Беспредельничать может и мужчина, и женщина. Женщина беспредельничает тихо, тихаря, а мужчина явно. И те, и другие получают одинаковый результат. Понятно, да? Рафу — это планета, которая может связаться со всеми центрами, она может влиять на другую, на любую планету. Если она влияет на Юпитер, значит, у человека вера грязная. Он верит в черта, еще в чего-то. То есть, это означает, что у него вера плохая, связь с Юпитером. Связь с Сатурном, Рафу связаться с Сатурном, означает, пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Это связь с Сатурном, на все наплевать. Дальше, связь с Меркурием означает анекдоты пошлые. Дальше, связь с Луной, Рафу, связь с Луной, означает мерзкое отношение к женскому полу. Связь с Солнцем, да, если надо идти, идите уже 10 минут 9-го, то есть уже поздно. Связь с Солнцем, я чуть-чуть еще сейчас закончу. Связь с Солнцем, Раху, плохая, означает неправильное понимание, извращенное понимание своего долга. То есть, человек думает, что его долгом является побить кого-то, ненавидеть кого-то, означает Раху. Дальше, связь с Венерой, Раху, означает извращение половой жизни. Связь с Марсом, Раху, означает жестокость, садизм, тоже извращение половой. Дальше, следующая планета, это Кету. Хорошая Раху, означает нравственность, сильная нравственность. Человек нравственный, юристы становятся с хорошим Раху. Врачи, юристы имеют сильную Раху. То есть, нравственный человек, очень твердый принцип в жизни. Не ругается матом интеллигентность, в речи, означает сильный Раху, в хорошем положении стоит. Люди с таким Раху защищены от всех опасностей судьбы. То есть, не коснется их несчастный случай. Не будет судьба по отношению к ним поступать жестоко. Это очень важно знать. Если человек лечит людей, помогает другим людям, учит всех правильно себя вести, и нравственность культивирует в себе. Даже если ему по судьбе положено, что-то там, какой-то беспредел над ним, то судьба может его реально защитить, насколько он сильно работал над собой, он может ничего не произойти. Таким образом, судьба не означает безысходность, означает, что есть экзамен, который мы должны сдать. Экзамен может быть очень тяжелым. Дальше, Кету, эта планета связана с лишениями. Вот, допустим, у меня сейчас период Кету пошел. То есть, каждая планета может идти долго у человека, то есть, главное влияние на человека может оказаться в течение всей жизни. Я об этом вам не говорю. Не всей жизни, а большого периода. То есть, допустим, есть большой период Сатурна, он длится 20 лет. 20 лет человек будет под Сатурном ходить, и как бы жизнь его будет учить. А Кету, вот эта планета, она имеет маленький большой период, всего 7 лет. Сейчас у меня маленький, там небольшой подпериод Кету идет. Как только начался, сразу звук пропал в зале. Вот точно вам говорю, как только начался, теперь все, и у тебя сейчас звука нет. То есть, я как бы, делают, как-то появляется, даже удивляюсь, вроде Кету период идет, а звук появляется. Странное дело. Когда знаешь про планеты, как они действуют на тебя, когда периоды свои знаешь, ничему не удивляешься, знаешь, что все нормально. Когда Кету период начинается, у человека появляется лишение. Во-первых, он чувствует безразличие ко всему, первый признак этой планеты. Дальше у него рушится все в семье, ему наплевать, что рушится, на работе рушится, ему наплевать, работать ему не хочется, хочется наркотики употреблять и так далее. Такой период, таково плохое влияние Кету. Ногу оторвало, руку оторвало, еще что-то оторвало, зуб неправильно вырвали вместе с челюстью, значит, плохое влияние Кету. Украли, обокрали, лишили чего-то там, квартиру сожгли, дом. Плохое влияние Кету. Лишение, все лишения. Почему лишение у человека происходит? От безответственности. Если человек безответственность лишает других счастья. Если человек безответственно себя ведет, счастье люди лишаются. Значит, он в плохой контакт с Кету войдет. И у него тоже какое-то лишение будет в организме. Технически как это происходит? Допустим, человек насилие совершил над кем-то, руку кому-то отрубил. У него внутрь, в глубину ума вошла информация определенная. Потом, когда тонкая планета, невидимая Кету, встает в злое положение по отношению к нему, то у нас есть еще первый элемент эфира, он создает объемы, пространства разные в организме. Он в этом самом месте, где он отрубил руку другому человеку, у него первый элемент эфира сначала там, будет истощен очень сильно. Дальше ум не сможет контролировать это место. И в результате этого ум не способен будет защитить это место от удара. И в результате там его может руку оторвать там на станке где-то, и он не заметит просто. Это означает судьба и не случайность, это закономерность. Так происходит дисфункции сначала на тонком плане, а потом это превращается в грубый план. И в метро тоже под взрыв попадает не случайно, люди собираются там. Это связано с влиянием раку. Это связано с тем, что они насилие совершали в прошлой жизни, серьезное насилие над кем-то. Так человек отрабатывает свою карму. Он или через знания отрабатывает, или через страдания. То есть вы пришли сюда, несмотря на то, что у вас работа и так далее, значит вы хотите через знания отрабатывать свою карму. И это является главной обязанностью человека на самом деле. Это не реклама лекций. Я вам точно говорю, так говорят веды. Человек должен изучать, как правильно жить, иначе он не сможет отработать свою плохую карму, справиться со своей плохой судьбой. Да, это мы расплачиваемся с прошлых жизней. Дети расплачиваются. Ничего не происходит случайно. Все происходит закономерно. Поэтому человек, зная это, он становится мудрецом. Даже если ему тяжело от того, что разрыв происходит, но если человек знает, что даже ребенок погиб, он не умирает, он остается живым, просто в другое тело попадает. И если человек знает, что все закономерно, то он становится умиротворенным внутри. Хотя ему больно, что разрыв, но он умиротворяется, он понимает, что в этом есть смысл, это мое испытание, или испытание моего ребенка. Мы должны пройти через это испытание. Так человек учится в жизни. Испытания неизбежны. Итак, я вам описал 9 основных планет, которые влияют на нас. Эти 9 основных планет изучает ведическая астрология. Ведическая астрология отличается от западной астрологии по многим критериям. И я изучаю именно ведическую астрологию. Какие у вас вопросы будут по этой теме? Да? Ну, толстеет человек. Ну, что вы? Это увеличение синтеза в организме. Отжиз увеличивается чрезмерно. Жадность. Отжиз означает жадность. Много себе хочу. Хочется много себе. Человек хочет, допустим, холодильник. Но холодильник же он сразу не купит. Надо деньги копить. А когда пока он не купил холодильник, у него недовлетворенность внутри. Эту недовлетворенность надо заедать. То есть, что-то внутрь все равно надо положить, чтобы успокоиться. И раздувает. Поправляется человек. Поправляется. Воспитывайте меня. Да? А у человека сняться сны, или как это можно... Ну, сняться, пускай сняться сны. Какие проблемы? Сняться сны означает ум. А ум, когда мы бодрствуем, он действует контролем, под контролем сознания. Когда мы спим, ум все равно не спит. Он тоже действует. Он никогда не спит. Ум никогда не спит. Он тоже действует, но без контроля. Святые люди способны контролировать себя даже во время сна. Но простые люди нет. Почему? Потому что у нас каждую секунду в жизни грехи выходят изнутри, из глубины ума. И создают определенные трудности нам. То есть, мы эти трудности в течение дня преодолеваем. Когда мы спать ложимся, грехи продолжают изнутри выходить. И это преодоление невозможно, потому что мы себя не контролируем. Поэтому иногда нам снятся хорошие сны, значит, хорошая карма идет. А иногда выходит изнутри что-то плохое. Снятся плохие сны. Когда человек святой, значит, что он контролирует свои грехи. Он их всегда изжигает. То есть, у него никогда ничего не снится, ни плохого, ни хорошего. У него ум ясный во время сна. И он себе отдает отчет, и он может во сне жить своей жизнью так же. Это очень редкий случай. И вещи сны ему снятся. Потому что человек, когда расслабляется, его ум способен как бы... Ум — это сила, которая действует не только внутри тела, но и вовне. Мы взаимодействуем друг с другом. Ум человека может уйти на расстоянии и понять, что там надо делать. Ум может действовать так же, уходить в прошлое и в будущее. Ум человека способен. Но не тело. Физическое тело не может, как в фильмах, показать улететь. Оно находится под жестким контролем времени. Следует знать, что время — это сила, которая движет всю материю в старости, но только грубую. Тонкая материя, она не движется в старости за счет времени. Она вообще никогда не умирает. Поэтому ум не умирает, разум не умирает. Но меняется в результате наших поступков. Мы совершили поступок, произошло перемена в уме и разуме. Так ум меняется, и разум меняется. Прогресс или деградация зависит от перемен ума и разума. Если ум меняется в сторону очищения, разум человек прогрессирует. Если ум меняется в сторону осквернений, человек деградирует. Тело в любом случае будет устареть. Те, кто занимается только телом всю жизнь, дальше-то они просто глупостью занимаются. Мы должны заниматься умом и разумом. Оно подслащенное просто молоко. Подслащенное. Сладкое означает, чрезмерно не надо кушать, потому что в этом случае происходит чрезмерный контакт с женскими планетами, что вызывает погашение мужских функций. То есть пища не переваривается, токсины накапливаются в организм. А вот еще, как различные для этого надо строить правильное отношение с мужем, с отцом, с сыном или просто с мужчинами, если их нет, близких мужчин. Это только с помощью контакта с мужским началом возможно. Женщина сама с собой не разовьет женское начало. И даже на работе она это не сделает. Женщина на работе может улыбаться, им глазки строить. А это происходит естественным образом. Здесь ничего не надо развивать. Женщина, она же, у нее покладистая, меняется быстро. А вот с мужиком уже не поменяешься. Сразу все, карты сразу на стол и все, раскрываются все карты. Очень тяжело жить так. Женщина хочет как-то схитрить, а он ее как облупленную знает уже. Как радоваться малому, да? Что? Радоваться малому, да, усиливается Венера. Если женщина, мир внутри себя, умиротворение культивируется, усиливается Луна. Она должна сильно уважать мать свою, не усиливается Луна. Вот этого. А если мужчина, чем-то взял, что это Марк слабый? Мальчик ребенок или мужчина? Да, Марк слабый. Венера сильная и в плохом положении. Марк слабый. Да? Сына, я похож на мать, потом сын похож на мать, потому что это разница, разница половой энергии. От матери? Мужские. Какие у нее скрытые мужские качества есть, такие и перенимаем. Знаете, я не смогу объяснить ваш вопрос. Надо просто лекцию целую читать. Мы об этом будем говорить о воспитании детей. Сейчас я хочу вам сказать, что 10 мая, насколько я понимаю, с 12 мая приезжает, 12 мая начинается. Вы, оказывается, после моих лекций никуда не деваетесь. Можно продолжить. То есть вообще мой друг приезжает из Тель-Авива, его зовут Рами Блэд, и он здесь открывается Международная лига альтернативных психологов, то есть открывается школа альтернативной психологии. Это то же самое знание, что я вам даю, он будет продолжать. То есть он будет анатомию успеха давать семинар. Это будут не такие семинары, как здесь, это будут индивидуальные группы, и там будет работа индивидуальная, совсем другое как бы. И вам уже раздали, да? Ну раздадут в конце лекции, да? Раздадим. Там будет на какие семинары, как называется. Он является мастером альтернативной психологии, он основатель этой лиги альтернативной психологии, международной. Я, кстати, тоже отношусь к этой лиге, поэтому вы не думайте, что там что-то такое плохое. То же самое знание будет, ведическое знание будет вам даваться. Ну более широко такое, то есть там нет именно чисто к ведам привязки полной. То есть там любое знание прогрессивное, которое связано с травственным аспектом сильно, именно та психология, которая учит нравственности человека. Там будет преподавание этой психологии. Подробности вы можете узнать здесь у нас. Вот Жанна будет вам давать информацию. Встаньте, пожалуйста. Вот она здесь у нас представитель Краме Блэкта в Москве и в России в целом. Ну вот и все. А сейчас мы будем с вами желать всем счастья. У нас еще лекция не закончилась, оказывается. У нас сейчас практика будет. Практика означает тренировка разума. Мы будем сейчас усиливать Юпитер и будем пытаться победить себя. Веды говорят, что человек, который победил, способен начать действовать в разуме, он достигает высочайшего успеха в жизни. Но следует также знать, что деятельность в разуме, она отличается от нашей обычной жизни. Для этого нужно сесть и начинать концентрироваться на внутреннюю работу. Разум должен работать внутри. И дома вы этим все равно заниматься не будете. А здесь мы общими усилиями сейчас должны научиться желать всем счастья. Не смейтесь, потому что материться приходится каждый день. Или там ругаться. А желать счастья всем редко мы это делаем. Сейчас уникальная возможность 5 минут или там побольше чуть-чуть, если это сделать. Надо сесть прямо, сосредоточиться. Результаты потрясающие. Вся жизнь человека меняется, если он это делает правильно. Не думайте, что я придумал. Я сейчас вот сейчас, вот честно вам говорю. У меня кто-то здесь есть, многие, да, уже слушают мою лекцию несколько лет. Ну-ка, кто счастья желал дома, жизнь поменялась? Кто смелый есть, может сказать, что поменялось. Что вот перемены близких у кого произошли реально. Вот он счастья всем желал, а близкий человек поменялся, вы в это не верите. Вот есть человек у вас, да? Вы не верите многие в это? А я вам говорю точно, не надо третировать близкого человека. Надо всем счастья и ему счастья желать. Надо желать счастья тому, кого больше всего не любишь. И отношения с ним поменяются сами. Он сам улыбаться вам начнет первым. Это гарантия. Потому что ум человека, другого человека, мы связаны друг с другом. Поэтому первое, что мы должны научиться делать, это этика ума. Точно так же, как мы зубы чистим, мы должны ум чистить каждый день. Мы должны желать всем счастья, прощать обиды и не обижаться на людей. Так все сели прямо. Музыки нет сегодня, потому что кету у меня переводит. Из музыки желать счастья всем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.